Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психолог Полина Сметанина. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Полина, сегодня мы отвечаем на вопросы наших телезрителей, которые они присылают в контакте или на почту. Надеюсь, что мы укажем и сегодня адрес нашей почты, по которой можно прислать вопросы психологам. Итак, я собрала несколько вопросов, и чтобы не тратить время, наверное, сразу их начну озвучивать. Но хочу вас сразу предупредить, за каждым вопросом стоит целая история. Я сначала хотела сократить так, чтобы было информативней, что ли, чтобы было проще вычленить именно вопросы из этой истории, но решила, что все-таки буду задавать так, как они были написаны, и поэтому будем разбираться, пытаться разбираться в этих историях и искать, в чем же состоит вопрос в каждой из этих ситуаций. Потому что иногда мне кажется, что это просто желание выговориться. Но вот это уже ваша компетенция разобраться, где там зерно. Итак, первый вопрос, он задан анонимно, я его зачитываю. «Здравствуйте. Я не знаю, к кому обратиться, не могу обсудить свои переживания даже с мужем, хотя мы все обсуждаем. Я уже 12 лет в браке, вышла замуж за сокурсника, когда нам было по 19 лет. Очень хотела жить отдельно. В родительском доме мне было душно. У нас очень строгий отец и мягкотелая мать. Мужа не то чтобы любила, но с ним было спокойно и хорошо. К сожалению, выяснилось, что я не могу иметь ребенка. Мы лечились, молились, ездили по монастырям, ходили в многодневный крестный ход. Потом свыклись с бездетностью и успокоились. Началась, наконец, счастливая жизнь. Мы очень сблизились. Я по-настоящему полюбила супруга. Общения с детьми мне хватает на работе. Я учитель биологии в школе, где мой муж – директор. А проблема моя вот в чем. Месяц назад мне стало плохо, я обратилась к врачу, и оказалось, что я жду ребенка. Кажется, свершилось то, о чем мы мечтали и молились. Муж счастлив, мои его родители тоже. А я изображаю радость. Но на самом деле не хочу никаких перемен в жизни. У нас все так хорошо, а впереди бессонные ночи, уход с работы, потеря фигуры, невозможность отдыхать так, как привыкли. Наверное, я страшная эгоистка. Тяжелее всего, что я никому не могу рассказать эти свои переживания. Я стыжусь их и саму себя. Помогите советам. Пожалуйста, анонимно. Вот, Полин, такая история. Да, я не вижу здесь конкретного вопроса, но вижу очень много боли и очень много направлений для беседы. Что видите вы? Я вижу, что женщина очень верно ощущает, что действительно перемены будут, и она их чувствует. И это совершенно естественно. Хочется сказать, что это совершенно нормально, что вы не хотите их сейчас. Потому что наш мозг, он по природе своей эгоистичен. Здесь нет ничего такого, что выходит за рамки нормы. Когда нас устраивает наша жизнь, когда нам хорошо, это нормально не желать перемен. И это нормально не хотеть их. И вы на самом деле проделали очень большую работу. Вам удалось научиться жить и наслаждаться жизнью, несмотря на то, что вы думали, что не могли иметь детей. Ведь это на самом деле очень, действительно очень тяжело. И очень немногим это дается. Многие люди живут и в течение жизни не могут смириться с этим. И страдают из-за этого. А вам это удалось. И это тот навык адаптироваться к сегодняшней ситуации, смиряться, находить хорошее в том, что есть, жить, наслаждаться. Это то, что на самом деле может стать сейчас для вас опорой. В вашей ситуации, когда появится ребенок. То, что я чувствую, что очень мешает и вонит сама по себе вот эта вот мысль, что я, что мне стыдно, что я эгоистка, что я не хочу, а это плохо. Да, это непринятие собственных чувств. Да, получается, что мне здесь, да, вот я как будто должна соответствовать вот, да, как какому-то другому стандарту. Ну, снова, да, как я уже сказала, совершенно, это совершенно нормально. И женщина уже, в общем, это я ее понимаю. И что я бы здесь, конечно, прежде всего отпускала вот это вот чувство вины. Перед тем, что я эгоистка, я не так чувствую, я должна радоваться. Нет, не должен человек радоваться, когда ему хорошо. Ему говорят, что теперь у тебя будут такие-то перемены. Ты не будешь спать, у тебя изменится фигура. Ты не сможешь отдыхать, как привыкла. Ты уйдешь с работы, будешь сидеть дома. А я как бы уже не очень-то хотела, да, я долго привыкала к другому. А теперь мал-помалу отвыкать получается. Поэтому вот это первое, что мне бы хотелось посоветовать сделать. И дальше, и вот это вот ожидание, что будет плохо. Ведь как будет, на самом деле мы не знаем. Но вот эта мысль, а вдруг, а как? И вот это, да, вот эта тягучесть, а это бессонные ночи. А это там, и вот там не так, и тут не так. Да, будет по-другому. Но будет и хорошо, и плохо. И со многими ситуациями, обстоятельствами, с которыми вот встретится человек, в общем, легче справляться, когда не будут. Там уже будет, ну, вот ясно, да, чтобы сейчас не нагнетать главное себя. Не создавать вот это вот тягучее, да, вот ожидание муки, когда вдруг ситуация изменится. Поэтому я бы рекомендовала опираться здесь действительно на свой опыт потрясающий, адаптироваться и уметь жить в обстоятельствах, когда они не соответствуют твоим желаниям и твоим ожиданиям. Это уже есть, это уже получилось, и это может и получится. Надо переносить этот опыт, получится снова. И убирать ожидания вот эти мучительные. Потому что, ну, есть вот, да, вот такие две, ну, как полярных точки зрения. Одни говорят, что, а, родится ребеночек, я буду там ему читать, я буду там такая, мы там с ним будем гулять, бантики там и так далее. И когда они встречаются с трудностями, они разочаровываются и винят себя, что они плохие, там, им не получается радоваться. И вот другая крайность, что будет тяжело. Будет период, когда будет непросто, будет период, когда будет радостно. Ну, то есть это как любой период жизни. Да, будет по-другому. Это правда. Да, где-то придется привыкать. Это правда. И, безусловно, сейчас, ну, можно какие-то где-то соломки подстелить. То есть подготовить близких, тем более, если есть близкие такие отношения с супругом, если есть доверие. Уже сейчас сказать, что, возможно, я не смогу так готовить. Возможно, я не смогу, то есть чтобы что-то, кто-то взял какую-то часть обязанности на себя, чтобы вы могли поспать, отдохнуть. Если это удастся вот как-то организовать сейчас, это уже будет поддержка и помощь. И, в общем-то, чем больше сейчас получится договориться, чтобы всех подготовить, что перемены будут, и в вас они произойдут, тем будет полегче потом. Мне кажется, для того, чтобы, это очень мудрый совет, перейти от переживаний к планированию, потому что, когда мы переходим к действию, когда мы даем жизни продолжаться, в общем-то, часть проблем уходит. И поэтому подготовка сама по себе может стать терапевтическим действием таким. Но тут, наверное, первое, с чем придется столкнуться, это вот с этим недоверием, которое вдруг родилось по отношению к мужу, которого она вот уже столько лет знает, и они с 19 лет вместе. И все время друг другу все доверяли, насколько я понимаю из этого письма. И вдруг возникает что-то, что она ему не решается сказать. Видимо, для того, чтобы он не расстался с тем образом прекрасной супруги, которая у него есть. Она боится, что этот образ может кануть в лето, если она ему расскажет, что она переживает по поводу будущего ребенка. И вот как здесь преодолеть вот это недоверие, которое может, мне кажется, стать началом серьезной проблемы? Я, видите, я не знаю здесь, чем вызвано это недоверие. Страхом разочаровать или возможностью принять. То есть мы же тоже чувствуем, что способен принять другой человек, что нет. И мы можем бояться, что, например, я скажу о таком, в чем мне самой себе стыдно признаться. Ведь это очень большая смелость со стороны женщины, признаться себе в этом. И признаться другому. И здесь себя-то сложно принять. И, конечно же, есть такое некое ожидание, что и другому это будет сложно. Я просто, мне тяжело, когда я не знаю контекст. Я не знаю, как реагирует супруг, да, как он может среагировать. И вполне возможно, что есть страх, что супруг скажет, что ты глупости говоришь, что вообще такого не может быть, да это неправильно, да это гордыня и так далее. И сразу облюбить. И тогда это в одиночестве. И ты со своей болью осталась, и боли стало еще больше. Поэтому мне почему-то кажется, что вот где-то вот дело в этом. Да, вот здесь кроется недоверие. Как сказать? Мне кажется, вот может быть, изойти, да, что я очень боюсь, очень боюсь, что это называется или может быть воспринято как гордыня или эгоизм. Но мне так было хорошо все это время, что я не готова. Я удивилась, я не готова. Я не знаю, как адаптироваться. Мне стыдно и мне сложно с этим. Мне очень важна здесь твоя поддержка. То есть сразу, да, сказать, что это не то, что я не хочу этого ребенка, и тогда и мужчине страшно становится, и он начинает неадекватно реагировать. А здесь вот конкретно, да, вот как-то так описать и сказать, я понимаю, что это, наверное, неестественно звучит. Хотя это правда, это естественно. И это была целью вашей смириться, вы ее достигли, это здорово. Но вот в такой, может быть, более мягкой форме именно просить поддержку, что не надо говорить про эгоизм, не надо говорить, что все будет идеально. Просто, да, вот, ну вот, что вот так мне сложно. Мне кажется, что вообще страхи – это то, что сопровождает, наверное, каждую беременность и каждую женщину в положении. Даже если ребенок у него очень желаемый, долгожданный и так далее, все равно остаются какие-то страхи. И за здоровье будущего малыша, и за то, как будут проходить роды. Хотя бы вот эти страхи, они, по-моему, не отпускают ни одну женщину в той или иной степени. Есть страхи и перемены, и взаимоотношения с супругом, которые тоже перейдут на другой уровень. Особенно, если мы говорим о первенце. Поэтому, в принципе, мне кажется, что испугаться, узнав, что ты ждешь ребенка, это не значит не хотеть его. И даже здесь, я думаю, что героиня нашего, этого письма, все-таки она не то чтобы не хочет этого ребенка, а действительно почему-то не может принять именно вот эти вот свои страхи и тревоги, которые являются естественными. Провалия в том, что подобные тревоги, это нормально вообще для любой женщины, даже если у нее ребенок желанный, долгожданный, которого она вот-вот-вот вымолила и никогда не сомневалась в том, что его хочет, в отличие от героини письма. Марин, спасибо. Действительно такая интересная тема, которая может быть. Я бы здесь единственное, мы не знаем, да, испугалась ли или не хочет. Может быть и то, и то. Да, поэтому здесь очень важно, чтобы, ну, мне бы хотелось принять чувство героини, если она это озвучила как нежелание, то, да, самим не бояться этого нежелания. Оно может быть. То, что, в общем, да, как вы заметили, что может быть, да, столько страха, что, кажется, я не хочу. Такое тоже, в общем, может быть. Вполне, конечно, любая неизвестность, она для нас, она нас страшит. Особенно, если прошло какое-то время. Одно дело, когда мы безрассудно все там рожают в 20, и я рожу, мне все получится, да, вот это вот, вот такой подход, когда он есть, в общем, и кипит энергия, это одно. Там страха может быть меньше, и то он есть. А другое дело, когда человек, в общем, уже зрелый. Там ответственность, там уже по-другому человек смотрит на рождение ребенка. И там, конечно же, может страхов быть больше, но вот эта вот ответственность, что я должна, оно тоже очень напрягает. Сейчас очень много таких информационных внедрений, как надо. И надо, посмотришь, просто, ну там с ума сойти, и учителя, и аниматор, и воспитатель, и нейропсихолог своему ребенку, и специалист ПЛФК, ну то есть просто везде. И вот это очень тяжелый груз, вот быть такой мамой, которая соответствует сегодняшнему стандарту. Поэтому, прежде всего, вот этот фонд просто убираем. Просто мама, просто с ребенком, просто как есть, просто здесь и сейчас. Вот эти открыточки от себя подальше. Страх, конечно же, естественно, но вспоминаем, что материнство – это самое естественное, что есть. Тогда поговорим о той соломке, которую вы предлагаете постелить. И то есть это те дела, к которым можно перейти от своих тревожных мыслей, и так, может быть, тоже в некоторой степени успокоиться. Каким образом, с чего начать? Вот что, закупать приданное для ребенка или как раз-таки осваивать малышковый массаж? Вот что будет разумным, что пригодится, что нужно, а что будет излишним, может быть? Прежде всего, как я сказала, это не стыдно, да, принять то, что я не хочу. И это нормально. Здесь, с этого места начинается успокоение, просто становится спокойнее. Если получится поговорить с мужем, может быть, действительно, вы найдете поддержку. Ну, по крайней мере, да, попробовать это сделать. Если чувствуете, что нет, ну, да, тогда как есть. То, как тоже я озвучила, договориться с родственниками здесь на берегу, чтобы не было ощущения, что я загнана, что я ни с чем не справляюсь, что у меня ничего не получается. То есть договориться, что могут взять. Действительно, это такой какой-то зрелый подход. И я думаю, вы сможете, если у вас есть навык обсуждения, то это возможно. И тревоги, страхи. Действительно, больше не концентрироваться не на том, что рождение ребенка – это трудно, а концентрироваться, да, это оставить. Вы не знаете, как еще. Кто-то скажет трудно, кто-то скажет, ой, как я скучаю по этому периоду. Вы не знаете, как у вас. Поэтому эти мысли, вот, не надо себя нагнетать, не надо себя готовить к тому, что вам неизвестно. Таким образом, действительно, может, было бы не трудно, а станет трудно, потому что я так себе сказала. Да, сейчас потихоньку, мне кажется, ну, то, что умеет героиня – жить, смотреть. Сейчас будут какие-то процессы, УЗИ, ребеночек, она его видит, шевеление. То есть это все то, что в любом случае она, оно как-то женщина и расцветает. А со всем остальным, там, фигура, ну, тоже, да, можно сейчас что-то сделать, чтобы фигура пострадала минимально. Там, я помню, что я очень ограничивала себя в питании, в сладком, ну, вот в таком, да, потому что я знала, что я могу набрать, чтобы потом было легче. То есть это, в принципе, то, что в каждую беременность я делала, чтобы потом не было вот этого дополнительного груза, что я еще и некрасивая. Я хотела добавить, конечно, мне кажется, это несколько, я опущу такой на низовой уровень, если сейчас от психологических советов перейду к таким бытовым, но тем не менее нашей героине хочу порекомендовать посмотреть на Полину, которая стройная как кипарис, и при этом мама шестерых детей. Вызывают у меня, разумеется, только поклоны и почтение. То, как вы умудряетесь сохранять свою форму, свою фигуру и так далее. Поэтому этот страх, мне кажется, можно откинуть. Это не значит, что у каждой женщины все так же будет прекрасно, но, по крайней мере, это тоже не фатальные какие-то перемены. Вот шестеро детей, и, пожалуйста, такая невероятная стройность. Спасибо большое. Я бы хотела добавить, что со страхом важно встречаться. Не бежать. Ну, что будет, если? Задавать все вопросы, потихонечку понимать, что жизнь не закончится. И еще один вопрос, который я люблю себе говорить, когда я начинаю улетать куда-то в будущее или прошлое, что я могу сделать сейчас? И делать то, что сегодня в моих силах, в моих возможностях. Полина, спасибо большое. Мне кажется, так мы все-таки повернули несколько этой истории в оптимистичное русло. Надеюсь, что наша телезрительница несколько приободрится, услышав этот ответ. А я пока прочитаю следующий вопрос, и мы будем отвечать теперь на него. Пишет Екатерина. Вилку, чисто ли она помыта. Поджимает губы, если на столе крошки, или если не убрана постиранная одежда. Его воспитали так, что женщина должна все, а мужчина только работает и делает по дому тяжелые дела. Но повесить карниз надо раз в 10 лет, а готовить и убирать надо каждый день. Я закипаю от мысли, что живу с бытовым инвалидом. От взаимного неудовольствия наши отношения натягиваются, и выхода я не вижу. Здесь даже нет вопроса, ну вот разве что, как изменить семейный уклад. Это такой вопрос прямо тяжеловесный, непонятно, как на него отвечать, с какой стороны подходить. Но ситуация обрисована верной, и можно даже сказать, что в какой-то степени озвучивает страхи, которые прозвучали в первом вопросе, что вот так вот может быть в браке. Действительно, такая озвучена проблема, которая, ну, очень актуальна. Она сейчас набирает оборот. И это понятно, потому что разделение обязанностей на женские и мужские было адекватно, когда люди жили, занимались натуральным хозяйством. То есть ясно, что там испахать землю может мужчина, дом, да, там строить, чинить может мужчина. То есть там был огромный объем труда, который женщина не могла вынести. И, в принципе, он был такой большой, поэтому женщина с котом, за детьми, за домом, мужчина, да, какую-то вот такую более тяжелую работу. И это было согласие, и был баланс. И это было действительно нормально, адекватная ситуация. Сейчас условия изменились, изменились они уже давно. И мы сейчас вот буквально наблюдаем ломку этого уклада, который, ну, так правда бывает, что какие-то привычки, они дольше доходят, чем вот меняющиеся обстоятельства жизни. И сейчас это дошло. И это воспринимается болезненно, болезненно, ну, прежде всего, конечно, мужчинами, потому что, ну, это правда, это удобная история. Какое-то количество времени мы жили в этой удобной истории, когда женщина... Все, несмотря на то, что натуральным хозяйством не занимаемся, но, тем не менее, все. И получается, что мужской труд по дому, он ограничен полкой раз в полгода. О чем говорит Екатерина? Там, шины поменять в машине раз в сезон. То есть, в общем, несколько раз в год мужчина может с удовольствием заниматься, может без удовольствия, ну, по крайней мере, заниматься каким-то своим делом. Готовить суп – это каждый день. Убирать – это каждый день через день. И получается, что вот это недовольство, оно растет. Но здесь мы встречаемся с другой историей, да, как изменить семейный уклад. Семейный уклад мы можем изменить, когда мы оба согласны, что его надо менять. Это из серии «Как изменить страну». Да, мы не можем какие-то вещи... Другой человек – это целая страна. И если мужчине удобно, а мужчине удобно... Вот я представила, что я живу, например, 10 лет, где за мной ухаживают, где за меня выносят мусор. Вот тут мне говорят, слушай, это неправильно, выноси-ка теперь ты мусор сама. Мне это может не понравиться, да, то есть, ну, скорее всего, я соглашусь, но я понимаю, что могут быть люди, которые скажут, а с чего? Ты всегда выносил это женское занятие, с чего я вообще это буду делать? И с этим мы и встречаемся. Человек не хочет и не будет менять то, что ему его устраивает. И это важно нам всем осознать, что меняем мы только то, ну, к чему у нас есть мотивация, что нам не нравится. Следующее, что меня здесь немножечко так зацепило, это его так воспитали. Вот. Получается, что я хочу какой-то перевоспитатель, да. Давайте честно, мы взрослые люди. Да, нас воспитали определенным образом, но дальше нашим воспитателем являемся мы сами. Жизнь мы сами. Им скрываться и прикрывать чужое поведение, вот эта формулировка, что меня так воспитали, ну, это инфантильно. Значит, перевоспитайся. Да, то есть давай, как-то я же перевоспитываюсь, я же на ребенка взяла ответственность, да, я же перевоспиталась. Поэтому это, в принципе, это задача, опять-таки, снова человека. И если моего одного желания недостаточно. И, к сожалению, а может быть, к счастью, бывает так, что чем больше мы пытаемся перевоспитать, убедить, заставить другого человека, тем сильнее он сопротивляется. Может быть, я додумываю, вот есть ли у вас такое впечатление. Дело в том, что тут ничего не сказано о том, как они обсуждают этот вопрос, а сказано о каких-то недомолвках, взглядах и так далее. Муж не высказывает упреки, он лишь смотрит на непомытую вилку, на постиранное, непостиранное или там неразложенное белье. Жена замечает эти его невербальные сигналы. Соответственно, она ему тоже, судя по всему, ничего не говорит. У них растет недовольство друг другом, а разговора вот здесь вот я вообще не увидела. А может быть, если озвучить, поговорить, обсудить и разделить обязанности, и действительно признаться, что да, раньше ухаживала, мне нравилось, а теперь, прости, дорогой, у нас есть ребенок, я ухаживаю за ним. Помоги мне, пожалуйста, давай вместе как-то переживем этот период. Или я идеализирую и вообще вижу то, что, может быть, и отсутствует в данной ситуации. Скорее всего, если отношения, вот есть эта натянутость, есть взгляды, такие, да, такое невербальное общение, то, скорее всего, там действительно есть проблемы с близостью. Я не знаю, насколько возможно, потому что ведь это очень, ну вот бывает, да, вот если я, например, представлю, что я вот, да, перед вами сяду и посмотрю тут, например, и сделаю глазами, покажу, что я недовольна, что кружка недостаточно чистая, да. Настроена ли я на контакт с вами, чувствуете ли вы это? Мой же посыл здесь, чтобы стало стыдно. И это ощущается. И здесь либо действительно уже нужному человеку, да, то есть какой-то путь пройти, чтобы сказать, слушай, ну вот сейчас такое ощущение, вот мне становится стыдно, да, ну зачем на вилку так смотреть? То есть кто-то должен пригласить другого к диалогу? Кто-то хочет пригласить, но здесь велика вероятность, потому что, да, мы сейчас, я беру, да, такой типичный, стандартный сценарий, велика вероятность, скажет, да тебе показалось, или да, и тебе показалось здесь как-то очень выбивает, и да, да, типа, а что ты устаешь-то? Все устают. Вот это может выбить. То есть насколько действительно возможность есть установить контакт. И здесь мы на самом деле подходим и к такому очень глубокой, тяжелой на самом деле проблеме, что живут два человека, которые бесконечно далеки друг от друга. И как мы можем урегулировать семейный уклад, если нет главного, нет взаимной близости, если нет возможности даже приблизиться? То есть можно попробовать, но если тебя с тобой делают так, и ты боишься, ты к этому привык, то сложно. Я все-таки надеюсь, что здесь есть возможность диалога. Мне кажется, даже то, что муж не упрекает, это уже, может быть, говорит о том, что он сдерживается, понимает в какой-то мере, просто еще не перестроился на этот новый уклад, когда действительно за ним долго-долго ухаживали, а тут вдруг перестали, ему тоже нужно время на то, чтобы адаптироваться. Может быть, ситуация пройдет сама собой, может быть, помогут ваши советы, может быть, все-таки они найдут общий язык. Я, конечно, желаю Екатерине, чтобы их ситуация как-то разрешилась, и они перешли к партнерским отношениям. По-моему, когда ребенок маленький, по-другому невозможно. Придется договариваться, как бы мы не любили обслуживать другого человека. С рождением ребенка эта сторона жизни страдает, и об этом нужно говорить. Ну что же, Полина, я благодарю вас за то, что вы ответили на эти два вопроса. У нас есть еще вопросы, и мы обязательно встретимся в нашей студии снова. До свидания. До свидания. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова